Водитель ушел в магазин. Все ждут. Блин, ну мне на следующей остановке выходить, но нельзя было там в магазин пойти, а? О май гад! Тут идет огонь! Я не знаю, успел ли я снять или нет. Ты едешь? Я не знаю, но. Получается. Я очень рад. О май гад! О май гад, окей, 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 окей! Ты отлично? Я не знаю, что это такое, оно что-то сладкое, горькое, невкусное, если честно. 30 рублей стоит такое удовольствие, но невкусно. Я нашел место, где вот такую вот еду можно вообще за двадцатку поесть. Разница только в том, что в предыдущем месте там салфетки, а тут куски бумаги, газеты. Вообще я осознал долго, конечно, у меня много времени заняло, чтобы это осознать. Но я понял, что Индия, примерно тут камбоджийская схема работает в плане еды. То есть место, в котором можно посидеть, поесть, там дорого, а место там, где нельзя посидеть, там дешево. Но разница в том, что в Камбодже можно в таких местах было на рынке купить прям полноценную еду. Рис, мясо, салат, там что-нибудь, а потом отойти куда-нибудь и поесть полноценно. А тут такая еда, она более такая фастфудоподобная. Я пришел по культсерфингу, искал, в общем, где дом, который мне скинули. И вот тут ребята выхватили меня и затянули в дом пить чай. И вот угощают, тут принесли много всего. И уже нашли, что да, это оказывается соседский дом, тут через один. Но они меня не отпускают, пока я не выпью чай и не поговорю с ними. Вот, вот такое вот. Индия. Индия. А теперь они меня не отпускают, не пообедал. И так, я приехал на вписку и, ну ладно, сейчас он отошел, в общем, я вписываюсь тоже в блогера, об этом попозже. Но он, короче, меня попросил, чтобы я научил его отца пить водку. Тоже нашли специалиста, он привез из России водку. Ну, сейчас, я последний раз водку пил, не, в этом году, нет, не пил, не помню еще. Я видел, что в других странах люди喝лили водку, как как-то, как коктейль, как что-то, как немного, но в наших странах мы не喝 not because it's tasty, а мы喝им для пить и как-то, 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 как-то. Как-то, 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 как вода, да, не помню, что это такое. Чай. Какие-то в хиндии? Нет, в хиндии есть слово «черзь, Катар». Нет. Нет. Эти люди были из воды, да? Вода плюс другие вещи. Да, потому что 40% алкоголь и 60% вода. Я пробовал 70% в Армении. И это было в монастыре. В монастыре? В Карабах. В Карабах. Как это было? Это было моё... Это было моё первое время, когда я пью алкоголь. И в одном шоке я был... О, боже... И так, вот человек, про которого я говорил. Дипаншу, он тоже YouTube-блогер. Вот, вы слышите, как умеет. У него вообще канал 50 тысяч подписчиков. Сейчас, когда вы это смотрите, там уже, наверное, намного больше. Он путешествовал автостопом тоже. Ну, правда, вот, ссылочка тут будет, вот, на канал. Но он там на хинди разговаривает. Вот, поэтому вы вряд ли поймёте. Поэтому тут ещё вот Instagram где-то тут. Вот там вот можете почитать. Да, он... Последняя страна, кстати, была Россия. Он до Мурманска доехал автостопом. Вот это вот всё. Да, да, да. Кстати, конечно, все знают, даже тот, кто далёк от YouTube, наверное, все знают, что сейчас PewDiePie и T-Series там идут почти наравне и соревнуются. Да, и в то время, как в Европе, в Америке, да, мне так казалось, что по всему миру люди всех агитируют. Подписывайся на PewDiePie, подписывайся на PewDiePie. Тут... О, да, даже ему в комментариях пишут. Support T-Series, subscribe now. То есть в то время, когда там топят за PewDiePie, у нас тут топят за T-Series. Посмотрите, какая красота. Это мусульманский район. И, как ребята говорят, что мусульмане шарят, как приготовят мясо. И смотрите, как вкусно. И хлебушек такой, как лаваш. И так, мы пришли есть вот эти вот штучки. Я не знаю, я их так много раз видел на улице, но так не знал, что это такое. И... Ладно, сейчас спросим. Что это? Голгаппа. Пани-голгаппа. Это три или четыре названия. Окей, так они из... Вит? Вит? Вит. Окей. Ты мне добавила什麼 в! Это из-за помидора. Из-за помидора. И это из-за помидора. Да. На помидор-п pivot. Иногда это вкусно. Это вкусно. Да, вкусно. А даже вкусно. Какое вкусно. Здесь вкусно. Что это в? Что это такое? На это клеточка. Вас только с клеточками. Какое вкусно. Попробовали уже несколько сортов и блин очень много воды прям очень много воды такая очень тоненькая молочка очень тоненькая но много воды ну как-то не знаю мне не очень заходит итак мы записали тут интервью привет украина вот ну вы наверно уже знаете если вы следите за 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 моим каналом там и за соц сетями потому что это же видео с опозданием где-то на месяц но тем не менее мы до сняли большое интервью на английском вы там можете посмотреть и ссылочка где-то вот тут вот будет как раз вы спрашивали меня про мой уровень английского вот там можете посмотреть да еще что я обнаружил недавно даже помните как я рассказывал и недавно показывал про иран хич хайкин запрос и что кто-то в лес там какой какой-то хрен в лес и выйти с него там и меня и ким и угадайте кто это а сейчас он вытеснил то там все полностью вся первая страница все его видео и теперь такая вставочка немного поговорим о дипаншу и об индийском ютубе в целом да мне очень повезло я очень рад что я остановился этого чувака и семья у него прикольная родители просто супер вообще и я многое узнал об индийском ютубе от него но как бы изнутри индийский youtube сейчас на таком подъеме это очень интересная тема я когда он мне показал сколько он зарабатывает с ютуба и я просто не поверил своим глазам заработать ну раз в двадцать больше чем я где-то примерно ну и индия только начинает открывать для себя youtube ну не только начинает в общем это становится мейнстрин и да еще как как я узнал что немногие знают ситуации с сериас и пьюдипаем и почему именно такая ситуация почему запьются именно так топят в общем давайте очень кратенько в двух словах объясню что сколько я помню youtube всегда был самым лучшим блогером самым известным в топах по подписчикам по подписчикам без конкурентов был пьюдипай и теперь откуда ни возьмись подобрался индийский канал который выкладывает там индийские танцунки ти сериас и такой и очень резко его догнал и вот уже когда вот-вот казалось бы перегонит потому что они подписывали ежедневно там десятками чуть ли не сотнями тысяч и народ зашевелился и начал агитировать чтобы подписывались именно на него чтобы чтобы не обогнали его ти сериас а теперь почему почему люди именно так топят ну казалось бы ну перегонит и перегонит ну что-то такого а дело в том что youtube это всегда была такая платформа комфортная такая теплая ламповая для блогеров а теперь как мы видим последние годы начали приходить большие корпорации все перевозят с телека потому что телек уже никому не интересен и как-то пытаются youtube встраиваться огромные проекты очень большие деньги тратят на все это ну прям прям тот же телевизор переехал в youtube ну и стал более-менее как бы современным и поэтому вот люди активизировали что не хотят отдавать ну конечно конечно да захватят большие корпорации это все логично да они делают качественный контент они могут выпускать его чаще чем обычный чувак блогер типа меня но как бы романтика вся эта теряется поэтому все хотят чтобы пьюз оставался на вершине а в индии живет больше миллиарда населения представьте ну конечно да у многих из них нет интернета нет девайсов многие из них реально белые бедные живут в трущобах но даже те оставшиеся это просто невероятное какое-то количество людей его сейчас они начинают прямо вот подписываться открывать для себя youtube и вот дипаншу он оседлал эту волну то есть в плане автостопа вообще индийцы не знают что такое автостоп бэкпэкинг все вот эти вот путешествия у него прям там это это сейчас до сравнить там с украинцами с русскими русскоязычная аудитория тут этих блогеров просто тысячи наверное уже особенно таких вот типа меня путешествующих а в индии это в новинку и тем более вот такая вот аудитория огромная а индийцы им же лишь бы подписываться они видят кнопку подписаться и жмакают вот так вот и сериас уже набрали я дал интервью на меня за два дня подписались около 700 индусов 800 новых подписчиков нахрена не мне нужны на канале но ну вот лишь бы подписаться серьезно я сказал видео что все равно там ничего не поймете вот instagram пожалуйста в инстаграме я на английском виду и в итоге на instagram там человек 300 400 где-то подписалась на канал 700 зачем я уже когда-то рассказывал про статистику про алгоритмы youtube а что такие подписчики и они мне нафиг не нужны они просто портят статистику они посмотрели там три секунды видео раз а я язык не понимаю там перемотали может быть посмотрели из 20 минутного видео до максимум минуту и средняя продолжительность просмотра у меня сильно падает я бы и так с радостью избавился от от старых подписчиков кто не смотрит давно уже их так удалить бы и не все а теперь еще новый баланс который ну youtube так смотрит вышло видео если подписчики мои подписчики посмотрели заценили все нормально если время просмотра большое если много посмотрела то он уже начинает его продвигать там рекомендованные на главную там уведомление вся вот эта вот фигня в поиске повыше а если посмотрели и там три секунды и выключили то конечно youtube думать ну чё это за фигня нет я это видео продвигать не буду поэтому такие подписчики это от них только вред но зато если на английском делать видео и рассказывать что ты думаешь об индии особенно конкретно каждом городе о местном населении все такое то можно хайпануть так нормально ну конечно я этого делать не буду потому что это либо создавать новый канал либо положить болт на своих подписчиков что конечно делать я не собираюсь лавировать между теми и теми это это вообще не прикольно в общем все продолжим в индии никогда не знаю что тебе принесут именно что входит в порцию потому что иногда заказываешь лепешку какой-нибудь хлеба но не простого какого нибудь иногда тебе просто принесут эту лепешку иногда в придачу еще всякие там куча всего что это полноценный обед входит вот я заказал вегетарианское бариани за 90 мне принесли еще вот ну не ну целый перец я точно не съем а вот классе помните я показывал чего пиццаре там был сладкий а тут ну бывает сладкий бывает соленый и я так подсел на соленый он как как айран правда вот этот дороговатый тут 50 стоит ну вот и половина перчика уже ушла вообще хочется сказать про то что в индии такая острая еда что есть ее невозможно мне говорили но на самом деле нет она острая конечно по сравнению с китайской китайской она не такая острая вполне съедобная может конечно я не в тех регионах где-то на юге там она поострее но пока вообще нормально вот помню как-то в китае мы с борщ ты нам заказали лапшу он заказал другую я заказал виде москве какую-то слишком острую я оттуда перцев вылавливал я не знаю сколько штук было но ну вот наверное вот такая вот полная была перца это было очень острое я плакал но и 10 юаней заплатил же надо же доедать все таки везет мне на шиитские мероприятия блин я застрял в человеческой пробке посмотрите на а я снова успел правда тут полки такие пониже и неудобные ребристые чувствуешь жопой но здесь мне 12 часов ехать и я добрался и да рано я радовался что я занял полку потому что потом люди валили все больше и больше и пришлось делиться местом мы там четвером сидели на верхней полке и в нашем купе купе больше 20 человек наверно поместилось да то есть там я не знаю сколько тысяч человек было в этом поезде на середине ночи они все-таки большинство из них по посходило и до ришикеша добрались избранные и да я в ришикеша и посмотрите посмотрите какая-то красота это считается мировой столицей йоги и вот она священная река ганг или ганга и смотрите какая она чистая тут она спускается с гор он там горы и получается там дальше равнина ну вот смотрите тут даже это довольно таки очевидно и и дальше идут уже населенные пункты и индусы там в общем загрязняют и и всячески а тут она еще пока нормально адекватно замечательное место правда очень классно и фишка этого города в том что тут запрещен алкоголь и мясо то есть вообще мясо и алкоголя городе не купить немного напоминает дармсаул тоже потому что много много иностранцев и как бы одна часть города более такая индийская обычно административная и другая часть города больше туристическая где все отели хостелы и вот тут примерно то же самое только тут все в два раза дешевле и наконец-то я нашел хостел который превзошел вьетнам я живу за 190 рупий с хостелом в хорошем с хостелом в хорошем хостеле с завтраком причем завтрак буфе шведский стол и если вы помните в ханой я останавливался по моему за 75 тысяч донгов там тоже был завтрак шведский стол там еще были две бутылки пива в придачу тут пива нет ну как бы тут вообще она запрещена но мне от этого как бы ни холодно ни жарко да ну как бы вроде бы считается тот хостел но если так посчитать что да он вроде бы лучше по цене и потому что там еще пиво но там это было как бы акционная цена а тут это стабильная цена то есть там на следующий день я по такой же цене продлить не смог а тут тут могу да почему тут запрещено мясо и алкоголь это святой город для индусов тут очень много всяких святых мест храмов много всяких как они садху называются да вот эти святые люди святые бомжи как их назвать еще тут всякие туристические заманухи рафтинг очень популярен самый популярный но мне чуть не хочется это холодно мокро вот только сказал табличка рафтинг ну они они тут на каждом на каждом шагу на каждом углу вот пожалуйста booking office рафтинг он тут тоже и тоже и вот тоже рафтинг не пропусти и Подождите-ка, это же бывший тренер Эвка Львив. Как его там? Ну точно. Тут в Ришекеше в свое время были Битлз, тоже изучали йогу и все эти дела. И вот тут часто можно встретить в названиях. Вот, например, вот этот ювелирный магазин, Битлз Чойс называется. Возможно, они там что-то купили, возможно, не купили, возможно, просто примазались. И тут иногда попадаются в названии Битлз. А вот чувак, этот святой бомж, спит. Очень много тут яганутых европейцев, иностранцев, ну, в смысле, те, которые занимаются йогой. Всякие такие, просвещенные. Битлз, сколько говна. Судя по всему, в Индии предстоят выборы, и везде висят агитационные плакаты. И вот, по-моему, некоторые агитируют даже неграмотных. Я обеспечу всех ведрами, ну, или водой. А этот такой. А я вентиляторами всех обеспечу. А я газом. Я обеспечу всех автобусами. А я чайниками. Я обеспечу всех фонариками. А я бабами. А я мужиками. Да, вообще в Индии достаточно неграмотных людей. Я это... Лея тоже рассказывал. Не помню. В общем, в Амрицарии я хотел купить уличную еду. И спрашиваю у чувака на английском. How much? И он такой. Не понимаю. Блин, я думал, Индия, англоязычная страна. Тут даже такого не понимают. Ладно, хорошо. Я ему перевожу через переводчик на панджаве. Показываю. Он такой. Ботыляет головой. Типа нет. Не понимаю. Не знаю. И он позвал соседа. Сосед прочитал ему. Такой. Ааа, понятно. А тем временем я придумал плохую, нетолерантную шутку. А знаете, почему индуизм не прижился на Кавказе и в странах Средней Азии? Ааа, знаете? Ааа, потому что им бинди некуда ставить. Ааа, хе-хе. Ну, поняли? Нет? Ну, бинди. Бинди ставятся между бровей. А для этого нужно, ну, как минимум, две брови. Хе-хе-хе. Я никогда не видел настолько наед... Ну, ну, куда ты срешь? Настолько наеденную козу. Смотрите. Прям распирает. И свинья вот тут рядом. О, это тут целое семейство свиней. Вот это рай животных. Их тут не едят. Зато они все едят, да? Свината. Вот, тут цены поадекватнее. Тут за такой огромный талий, тут и рис, и четыре лепешки хлеба, и всякое прочее. 130. Это типа мега набор такой считается. Это самый большой талий. Спасибо всем вот этим вот замечательным людям, которые поддерживают меня на патреоне. Присоединиться к ним можно здесь, а подписаться на канал вот здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!